Всем привет, друзья! Видео не совсем по оффроуду, но всех касается. Смотрите, новая почта у меня есть. Забиваешь новая почта в телефоне, и вот немножко есть номеров. Ну, не сильно много, но есть. Значит, в чем ситуация в двух словах. Отправили три недели назад ровно посылку. Ровно три недели. Вот сегодня три недели. В Ирпень с Киева. Ну, кто не в курсе, Ирпень. Там 20-30 километров. Стрядку до мерить. Ну, и не посылки. Покупатель говорит, я забрал давно деньги, оплатил. Ну, наложный платеж. Ну, все. И вот где-то на протяжении двух недель мы звоним. Говорят, разбираются от трех до десяти рабочих дней. Сегодня уже только что набрал я очередной раз. Причем звонили там и каждый день, и с паузами. Ну, не важно. Ничего не работает. Набрал я в корпоративный отдел только что. Девушка говорит, тридцать календарных дней. Говорю, если еще раз перезвоню, будет 365 календарных дней. Ну, просто какая-то жесть. Сейчас давайте кому-то позвоним. Есть у меня тут хорошие телефоны. Сейчас спросим. Видео. Алло, добрый день. Добрый. Это вас Руслан опять беспокоит. Да, я слышу. Там насчет посылочки мы обращались там несколько дней назад. Так. Вы дали... Ну, да, написали. Ну, сначала говорят от трех до десяти дней. Только что я позвонил, уже говорят 30 дней. Ну, просто как-то... А, до тридцати. А, до тридцати. То есть, я отправил... Отправил груз. Сегодня, кстати, юбилей. Три недели ровно. Я отправил груз. Ни денег, ни груза. Тридцать дней вы можете... Нет, подождите. Прошло уже три недели. То есть, где-то два месяца. Нормальное кредитование такое, да, получается. Ну, я не могу понять, что происходит. Вы хотите, чтобы я вам помогла? Или вы не хотите, чтобы я вам помогла? Я вам пытаюсь помочь. Для того, чтобы мы помогли вам, вы написали претензию. Ага. Эта претензия рассматривает с юроделом. Мои коллеги уточняют. Смотрите, а нельзя как-то вернуть нам деньги, а потом рассматривать? Вернуть деньги просто... Нет, потерян. Не потерян. Не находится. Не-не, это ваши проблемы. Если вы... Смотрите, вы три недели не можете вернуть ни деньги, ни груз. Три недели уже ровно. Хотя покупатель... Покупатель его получил. С его слов. Покупатель получил. Не важно. Да. Ну, не наш, но он в другом месте. Две посылки одинаковые. Одну он получил. Другого интернет-магазина. Да. Вашу он не получил. Ну, я понял. Просто она по дороге где-то потерялась. Вот для того, чтобы у вас были юридические основания вернуть вам деньги, необходимо от вас рекламация. То есть претензия. Вы ее написали. Да, написали. Мы ее сейчас рассматриваем, выносим по ней решение. И на основании этого решения это юридическое основание. Но без него, к сожалению... А нельзя его вынести сегодня, например? Вот вы смотрите, груз... Я постараюсь его ускорить. Все, что я могу вам пообещать. Но вы поймите, что есть определенная процедура, которую необходимо пройти. Это не потому, что я не хочу вам помогать. Не потому, что компания хочет три недели груз держать. Не-не, компания еще месяц хочет. Не, еще... Мы пытаемся помочь. Ну, я понимаю. Но ускорить это... Мы обратились, несколько дней назад написали, три дня прошло, ничего не происходит. Если помочь ускорить, то это там два-три дня. А вы говорите... В два-три дня никто претензии, к сожалению, не рассматривает. Не, просто... По факту уже три недели. Это уже не три дня. И не два дня, и не три. Не-не, подождите. Я отправил груз три недели назад. Сегодня вот ровно три недели, как я его отправил. Нету ни груза. Если три недели, вы его не можете обнаружить три недели. И теперь надо 30 дней еще ждать, да, получается? До 30 дней. Ну, обычно мы ее выносим в течение недели максимум. Поскольку мы там держим это на контроле, я думаю, что она будет сегодня-завтра рассмотрена. Но от того, что мы сейчас с вами спорим, быстрее, к сожалению, не получится. Не, мы не спорим, мы просто... Я не могу понять логику вашей работы. То есть, вот вы груз приняли от меня, три недели его везете или ищете, я не знаю, что вы с ним делаете, или продали кому-то уже. Ну, покупатель его забрал, я думаю, судя, потому что он говорит, ну, смысл ему обманывать, это постоянный покупатель. он говорит, что я нигде больше не заказывал и ваш груз получил. Мы ему номер декларации сбрасывали. Да, да, ну, может, у вас другое, там, может, он в другом месте получил, неважно. По факту груза нет, покупатель его получил, три недели прошло. Напишите, напишите, перепишите. У нас нет оснований проводить какой-то расчет. Для этого должно быть основание. Основание есть, есть накладная у нас, смотрите, есть накладная у нас, что мы вам груз отправили, а вы не... Да. Да, а вы его не доставили. Он потерялся. Вот для того, чтобы вернуть вам денежные средства, должно быть юридически основание. Им является претензия. Вот такое законодательство в стране, к сожалению или к счастью. Наша накладная не является документом основания, понимаете? А можно претензию написать, в этот же день получить? Нельзя так? Или через два дня? Через три дня? Тоже нет, да? Проблема, это сложно очень. Вот если, допустим, мне кажется, что если бы Вова, допустим, отправлял посылку, Вова, знаете Вову? Вова, например, отправлял. Я думаю, вы бы ему сразу выдали, на следующий день. Вот что-то у меня такое ощущение. Вот. Я не знаю, про какого Вова вы живете. Ну, Вова есть такой, Вова у нас есть. Невысокий такой, из Кривого Рога, Вова. Абсолютно. Невысокий, из Кривого Рога такой, Вова. Ну, сейчас он в Киеве живет, а раньше жил в Кривом Рогу. Да я понял, да, да. Я тоже, ну, я просто абстрактно говорю, я абстрактно говорю. Не-не-не, Пети и Васи не было. Было два Вити, было два Лени, потом два Вити, потом был, а, Петя был, да, Петя был. Тоже, да. Да, слышите, у вас такой лозунг классный на, на этом, написан, когда в любом отделении заходишь, доставка майбутнего. Да. То есть, это с намеком, что в будущем вы когда-то получите свои деньги, да, или посылку, это, вот это имеется в виду, да, я понял. В майбутнему, мечтайте о своей посылке, о своих деньгах. Я вас прекрасно понимаю, но я пытаюсь вам помочь. А каким образом вы пытаетесь помочь? Минимум тем, чтобы ускорить процесс рассмотрения. А можете сегодня ускорить, уже три дня прошло, после написания претензий. Я не могу вам ничего обещать. Я, к сожалению, не юрист. И не от меня зависит исключительно рассмотрение. Есть определенное количество претензий, которые стоят в очереди, их рассматривают. Поймите, вы для меня важный клиент, еще такой же, как Вася, Петя, и абсолютно любой другой. Да, да. Независимо от того, одну вы посылку отправляете, или пять тысяч посылок вы отправляете. Да, слава Богу, хоть одну. Представляете, если пять тысяч, это вы мне деньги, посылки возвращали бы, наверное, десятилетиями просто, если бы я пять тысяч посылок. Если бы мы ошиблись, мы, естественно, вернем вам деньги. Да, я понимаю. Ну, вы понимаете, вот, я беру у Приватбанка деньги, допустим, там есть 55 дней бесплатно, вот, а потом плачу деньги им, понимаете. А вместо того, чтобы я им вернуть, вернуть три недели назад деньги, я почему-то плачу, вместо вас плачу свои деньги. А там компенсация какая-то будет же, да, я думаю. Моральный, материальный ущерб. Все, что вы написали в претензии, и в раздел рассмотрит, и вы не сможете... Не, мы просто написали, чтобы поискали и вернули наши деньги, а вообще нету таких, да, у вас вариантов. Я не могу сказать, какое должно быть решение. Позвонил, позвонил, вот там... Все, только на вас одна надежда. Спасибо, спасибо, я буду ждать, буду ждать очень. Хорошо, хоть посылка не сильно дорогая была, там, какие-то 40 долларов всего, с копейками, 42. А представляете, если бы на миллион посылка, до месяца, или плюс проценты, ну, представляете, какое попадание вообще. Я вас прекрасно понимаю, но если вы думаете, что я вас не понимаю, это не так, я вас понимаю. Да, вы не сможете меня услышать. Да, посылка... Это можно сделать, что мы делаем, поверьте. Ну, просто... Как-то... Доставка... доставка майбутнева, конечно... Сильно громко. К сожалению, компания потеряла эту... А может, это... Сейчас, что-то я хотел спросить. А вы измените лозунг доставка майбутнева, да? Или так и останется он? Мы с вами сейчас лозунг заговорим. Ну, но у вас такой слоган доставка майбутнева, ну... Доставка из майбутнева, или вы майбутни. Доставка будущего. Или не доставка, или не доставка будущего. О, не доставка можно, не, хотя бы добавить спереди. Происходят, да? Только не происходят ни у тех, кто ничего не делает. Это так, логистика. Здесь везде работают люди. Да. Они происходят у вас в компании, они происходят у нас в компании. Но мы каждую сбойную ситуацию пытаемся решить. Я понял. Я понял. Ну, хорошо. Сегодня какое число? Давайте зафиксируем. Сегодня... О, сегодня 3 сентября. Вы хоть слушали эту песню с утра уже или нет? Так, что длинный работа. О, смотрите, вы тогда в компенсацию хотя бы подпишитесь на мой канал в Ютубе и в ТикТоке. Сможете подписаться? Нет, я не нахожусь. Не сможете, да? Там 3 сентября сегодня будут петь. 3 сентября, в общем... Нет времени на соцсети. Мы отвлеклись, да, вы работаете на износ, реально. Смотрите, сегодня 3 сентября, давайте зафиксируем, и я тогда вам буду уже звонить какого? А там в песне 7 сентября, да, в песне... Я рада вас слышать. Да, все, спасибо, до свидания. Пожалуйста, до свидания. Так, ну, в общем, вот так, так, тут грузится вам видео. Ну, вот такая ситуация, ну, бред вообще какой-то, то есть, хорошо хоть, ну, как хорошо, тоже не, там, если посылка за 20 гривен, то еще такое дело, можно было бы и не искать. А так получается, а так получается, как-то не очень. Так, что у нас тут? В общем, вы все поняли? Давайте покажу вам масло, хорошее, которое всем рекомендую, оно есть у нас, есть диски, дисков много, от 13 до 20 радиуса, масло тоже есть любое, но лучше вот это, или вот это, или вот это. Ну, я знаю, все любят Хада, Мобил, Кастрол, оригинал, ну, его не надо покупать. Так, ну, будем, будем звонить 7 сентября, наверное, будем ждать. Всем пока. Вот такая ситуация, элементарная. Ну, компания с миллиардными оборотами, почему-то как-то вот, я должен ее финансировать. Какой-то бред вообще. Всем пока, до встречи. Да, слушаю вас, Новая Почта. Ой, Виктория. Да, по вашей претензии, Руслан, в отделении при этом, отчетов, как и с высоководителя, что у меня она есть, в продолжительности мы должны вам дать ответ на тот адрес, который вы указали в претензии. Сколько дней надо ждать? Смотрите, у визуальных сутристов, но обычно, ну, там, в первую неделю, там, это уже обратная связь. Хорошо, будем ждать, будем ждать, что нам остается делать. Поэтому, поэтому, да, если что, набирайте мило, сразу напрямую. А, вот, хорошо, тогда, тогда мы на связи. Да, До свидания. Да, оживилась новая почта, звонят, два раза уже. Оказывается, обращение наше не зарегистрировано, точнее, оно зарегистрировано, но они его не видят, да, не прикрепили к нашему этому, ну, все как обычно. То есть, если бы не позвонил я сегодня, еще бы, не знаю, сколько месяцев это продолжалось бы. Ну, будем смотреть, все расскажу, покажу.